Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Намаскар, дорогие друзья! Для вас пара хороших новостей и немножко философии. Первая хорошая новость. С 13 по 17 сентября я буду в Киргизстане, на вызове Иссык-Куль, в очень комфортабельном доме отдыха, так можно назвать или пансионат, на озере Иссык-Куль, горы вокруг, озеро, небо прекрасное, голубое. Очень хорошая атмосфера для практики. Мало того, что физическая атмосфера благоприятная, но ещё и нас будет около 300 человек. И к этому ещё в придачу, когда 300 человек вместе собираются, вместе начинают медитировать, это уже очень сильный поток. Но ещё к этому в придаче мы решили сделать более высокую планку для этого ретрита. То есть нужно будет выполнить условия для того, чтобы участвовать в этой программе. И когда... как сила, как энергия создаётся, да, духовная? Когда опытные духовные искатели собираются вместе и серьёзно вместе практикуют, поток очень-очень сильный. Разница прям чувствуется. Вот я когда провожу лекции, ну просто лекции, да, вот люди приходят, там холодная аудитория, что называется, это одно. Когда я встречаюсь с подписчиками уроков медитации, это вообще другое, то есть из них 30-40% — это медитирующие люди. Атмосфера вообще другая. А когда я встречаюсь с людьми, которые регулярно практикуют, а которые уже вот такие прожжённые, да, устоялись в практике... Вот сейчас я недавно был на Тайване, и там было просто космическое мероприятие. Только прожжённые собрались. Ну вот до слёз просто ты в какой-то такой космос улетаешь. Это вот такое событие запомнилось мне на всю жизнь. И хотелось бы что-то такое для вас тоже создать. И вот первая хорошая новость, что будет мероприятие. В основном я его буду проводить, и команда уроков медитации мне будет помогать. В красивом месте — 300 человек и высокие стандарты. Ну не такие прям высокие, что невозможно выполнить. Но достаточны для того, чтобы создать высокий поток. Итак, какие условия? То есть первое — необходимо научиться медитации. Для этого нужно пройти базовый курс медитации полностью. Либо мой базовый курс медитации, либо курс от Владимира Семенихина. Это мой ученик, и он тоже очень интересно рассказывает и объясняет, как правильно медитировать. Первое условие. Соответственно, медитировать нужно тоже каждый день, утром, вечером. Хотя бы понемногу, но нужно медитировать. Потом нужно пройти курс об основах йоги. Называется он Яма-Нияма. Нравственные принципы о том, какие выработать правильное мировоззрение в своей голове. И скорректировать своё поведение, чтобы оно благоприятно влияло на тебя, благоприятно влияло на мир. И ещё один курс. Это я недавно записал. Мы нигде его не выкладывали. Ни на ютубе, нигде. Можно только на нашем сайте найти. И там я больше в нюансы вдаюсь. И практики, и философии. И будет очень полезный курс. Эти все три курса, они сейчас доступны на нашем сайте. Уроки медитации. Мы сейчас сделали новую образовательную систему. Как раз путь героя. Путь, по которому ты идёшь, и постепенно ты внутри себя пробуждаешься. Вообще, почему такое название? Оно исходит из философии тантрической. Считается, что люди делятся на три категории. Спящий человек, пробуждающийся человек и духовный человек. Они называются Пашубхава, потом Вирабхава и Дивиабхава. Пашубхава — это человек, который не понимает, зачем он существует. То есть, по большому счёту, он ищет комфорта, удовольствия, но не понимает своё предназначение. Для чего я живу? И поэтому он не может высоких нот счастья испытать в своей жизни. Потому что по-настоящему счастливым человеком становится только тот, который обрёл своё предназначение. И вот эта вот спящая стадия... Человек может быть благостным очень, он может быть таким хорошим, добрым и так далее. Но у него нет этого понимания смысла жизни. Для чего я живу? Что я хочу сделать? В какой-то момент времени под воздействием либо внешнего какого-то испытаний, которое человек проходит, либо под воздействием какой-то продвинутой высокой личности, которая рядом с тобой находится, либо под воздействием возвышающей литературы, человек задаётся вопросом, а кто я такой? А для чего я живу? А что я должен сделать в этом мире? А что есть этот мир? Какой смысл всего? И у него возникают эти вопросы. И вот когда он начал искать ответы на эти вопросы, он смотрит внутрь себя, ищет внутри себя, с собой разговаривает, себе вопросы задаёт, и снаружи читает книги, слушает лекции, разговаривает с людьми, ищет, 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 ищет. Потом он находит, он понимает, о, моя цель жизни – это вот это. Моё предназначение – это вот это. И тогда у него начинается как раз вот этот путь героя. Потому что когда у тебя нету цели жизни, когда у тебя нету идеологии жизни, когда нету принципов жизни – всё такое легко. Ты такой, куда фига, туда дым. У тебя, ну нет, не нужно борьбы. Но в тот момент, когда ты понимаешь, что моя цель – это вот это, тебе приходится делать много усилий, тебе приходится делать много борьбы для того, чтобы следовать своему сердцу. И вот Вира – это человек, который постоянно смотрит внутрь себя, ищет, что есть мой долг, что есть правильно, и старается этому следовать. И иногда ему нужно делать повороты в жизни – это страшно. Но когда он делает шаг вперёд, тогда он чувствует себя счастливым, тогда он чувствует радость, тогда приходит действительно глубинное удовлетворение в жизни. Вот эта стадия называется Вира Бхава. Она характеризуется усилиями садханой. Вот всё, что мы делаем – то, что мы делаем медитацию, то, что мы делаем асаны и так далее – это всё усилия над собой. Это всё твоя воля должна одерживать верх над ленностью. Твоё сердце должно одерживать верх над твоими страхами, над твоими ограничениями. Ты должен постоянно находиться в состоянии усилия и победы. Вот это везде, то есть это желание достичь прогресса во всех областях жизни – в духовной жизни, в социальной жизни, в экономической, во всех абсолютно. Самое главное – быть на связи со своим сердцем. Если ты слышишь сердце, ты – Вира, ты – герой. И когда человек в постоянном состоянии Вирабхабы пребывает, в итоге он становится Дева. Дева – значит божество в человеческом теле. То есть человек становится воплощением духовного потока. У него есть какие-то внешние препятствия, но внутри уже все препятствия побеждены. Да, есть внешняя борьба, внутренней борьбы нету, потому что он стал воплощением этого сердца, он стал воплощением этого внутреннего огня. И вот в этой связи мы, как уроки медитации, как команда, мы ставим перед собой цель именно помочь людям найти вот эту новую эволюционную ступень. То есть перебраться постепенно из состояния Пашубхавы в состояние Вирабхавы, и из состояния Вирабхавы в состояние Дивиабхавы. И в этой связи мы и разрабатываем все наши курсы, все наши видео. Это только об одном — об эволюции, как сдвинуться с точки А в точку Б. Вот это самое главное. И вся наша система образования, она на это работает. Зайдите на сайт, посмотрите, всё красиво сделали. Сделали разные... Там десять часов помедитировал, раз тебе медалька пришла. И всегда видно, я всегда этого хотел, и я просил этого у команды, что вот сделайте какой-то минимальный процесс эгрификации, чтобы всегда можно было видеть свою следующую цель. Чтобы визуально было видно, вот где я, куда мне надо прийти. И вот сейчас это потихонечку начало воплощаться. Можете посмотреть, поиграть. Нам очень важно. Мы прям душу в это вложили и хотели бы слышать вашу обратную связь. Нравится вам, не нравится. Удобно вам, неудобно. Для того, чтобы мы могли это приспосабливать к вашим нуждам. И как раз работать на вот эту цель поиска, индивидуального поиска предназначения своего и реализации. Твоей жизненной реализации, духовной реализации и всесторонней реализации человеческой. Ну и да, то есть это мероприятие, которое Геройский ретрит в Кыргызстане. Уже сейчас можно регистрироваться. Уже сейчас можно начинать свой процесс. Но обязательно нужно все эти курсы пройти. Первый базовый курс научиться медитации. Либо мой, либо от Владимира Семенихина. Второй – это курс ямы-ниямы. Начать медитировать. И третий – это продвинутый курс. Если человек не сможет пройти, то, к сожалению, организаторы вынуждены будут отменить регистрацию, вернуть предоплату и так далее. Но сейчас уже можно бронировать места. Сейчас уже можно планировать. Я тоже уже планирую. И думаю, что очень хорошо мы время проведём. Это будет совершенно особенное. Вообще каждый ретрит для меня – это что-то особенное. Я на каждый ретрит еду. Я езжу как ведущий. Я провожу мероприятия. Но я всегда для себя что-то открываю. Что-то такое, чего у меня не было раньше. И это дополняет мою личность, мою картину мира. Может быть, я это и читал раньше, но это не было моим. А вот во время ретрита это кристаллизируется. Это становится моим, это становится принципом моей жизни. Я понимаю, что с каждым ретритом моя жизнь-то лучше становится. С каждым ретритом моя жизнь более духовная становится. Более сердце в ней правит. Сердце – это такая вещь, тоже большая тема. Самое важное – это слышать своё сердце. Самую-самую суть глубинную. Если ты это слышишь и слушаешься, и у тебя кишка не тонка этому следовать, то твоя жизнь прекрасна. Ну давайте двигаться в этом направлении. Смотрите, знакомьтесь с нашей образовательной системой. Проходите курсы. Даже если не едете на ретрит – тоже курсы. А кто-то, если вы уже прошли эти курсы, вы можете просто там пройти опросник и система поймёт, что вы уже прошли эти курсы и засчитают вам эти курсы также. А также вы можете освежить какие-то любимые материалы, снова пересмотреть, снова вдохновиться и снова так зазвенеть в унисон с этими идеями и улучшить свою жизнь. Всё. Надеюсь, что мы увидимся с вами в прекрасном этом месте, на этом прекрасном озере. И вместе сосредоточимся в едином усилии духовной практики. Намаскар. Дорогие друзья, это видео и вообще в целом проект Уроки Медитации. Мы не имеем какого-то большого финансирования. Проект существует только благодаря вашей поддержке. Я очень высоко ценю эту поддержку. Все, кто хочет поддерживать, моя большая благодарность. И информацию об этом можете найти под этим видео, в описании под этим видео. Спасибо. 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 Pompeii. Продолжение следует...